Я читаю вторую главу из третьей книги Царств. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевым». Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Соруин, Как поступил Он с двумя вождями войска Израильского, Савиниром, сыном Нировым, и Амесаем, сыном Еферовым, Как Он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины Его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя семей сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословьем, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умершлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет, и тридцать три года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, к Версавии, матери Соломона. Она сказала, «С миром ли приход твой?» И сказал он, «С миром». И сказал он, «У меня есть слово к тебе». Она сказала, «Говори». И сказал он, «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа было это ему. «Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему, «Говори». И сказал он, «Прошу тебя поговорить царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагусу на Митянку в жену». И сказала Версавия, «Хорошо, я поговорю о тебе, царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Абадонии. Царь встал перед нею и поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она, «Дай Ависагусу на Митянку, Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «А зачем ты просишь Ависагусу на Митянку для Адонии? Проси ему и царства, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Соруин, друзья». И поклялся царь Соломон, Господом говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. «Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай в Анафоф, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илья в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии и на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинюю Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинюю Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря, «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинюю Господню и сказал ему, «Так, — говорит, — сказал царь, — выходи». И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря, «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему, «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом с меня из дома отца моего». Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его. Поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амессая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему, — Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. — Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Семей царю, — Хорошо. — Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря, — Вот рабы твои в Гефе. И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему, — Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря, — Знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, — Хорошо. — Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом с клятвою? И сказал царь Семею, — Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ванеи сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Продолжение следует...